Что касается отделов подмышечной артерии, вот они очень хорошо индустрируют на этой картинке. И здесь малая грудная мышца, обозначенная римской двойкой, она здесь словно будет просвечена через большую грудную. И тогда в нормальном анагомическом положении мы видим, что на проекцию большой грудной мышцы можно вот так вот три треугольника поместить. И это треугольник соответствует треугольник отдела подмышечной артерии. Номер один римская венечка, это тригон клави, векторали. Здесь подписано, что это из учебника сайт, на картинке. Номер два тригон векторали, номер тригон в суббе векторали. И вот так по этим треугольник отдела распределяются артерии, которые обходят вон подмышечной. Такие ветки, которые обходят вон подмышечной. Теперь, что касается самих этих детей и их вода, вот видите, теперь на этой схеме есть длинник артериус лярис, разбили на три отдела, первая отдела под лимской венечка. Он соответствует треугольник клави векторали. Другой разговор. Постоянная сложность, смотрите, в чем. Здесь удалили обе грудные мышцы. Большая и малая удалена, поэтому сам треугольник уже не покажешь. Но для того, чтобы все веточки нехорошо распределяются, приходится их отлетать. Но для операции, допустим, очень важно, или на артерии, вы знаете, это по крайней мере 4-й, чтобы не заблудиться, в каком отделе каждую веточку искать. Второй отдел. Это чуть ниже. В первом отделе смотрим, что отходит. Артерия, тарацико, суббель. Вот она единичкой обозначена. На украине верхней межлиберии разлетается и будет хорошая операция. Второй отдел. Вот я условно изобразил проекцию малой грудной мышцы. И называется он клейбоном векторали. Здесь мы спроецируем турбомку торака кроме алис. Вот она позначена двоечкой, появилась арабская цифра 2. Называется турбомку в большинстве случаев не артерия, потому что маленький спло, который потом делится на свои окончательные ветки. На ранний векторалис, рамус акромиалис, рамус гладикуляис. И они ведут как веерообразные ветки. С этой веточкой нередко бывает отличие, связанное с тем, что она из первого отдела торга. Здесь достаточно частая вариабельность. И мы на нашем турбе видим много вариантов. Справа и смело есть отличие. Они не совпадают. Следующая артерия, которая входит во втором отделе, это артерия таранского террарис, номер 3. Она прекрасно у нас видна на руке. Она подписана. Вы ее должны видеть и опознать. Особенностью является то, что она идет по передней боковой стенке, грудной крепкой. И по сути своей ложится на мускульс. Серрапус андреюр. Значит, к вопросу о том, к какому отдел относить к тому, к 40 трамяется. Еще раз повторюсь. Смотрите, даже наше сейчас изображение, он словно бы изображен до хода малой грудной мышцы, место его от кардельной картерии. А все его практически вверх и уже в проекте. Это выжило. Поэтому только разночтение достаточно часто связано с особенностями. Идем дальше, к третьему отделу. Вот он. И в третьем отделе, соответственно, различаем артерию субанскопуляриз. Вот она номером 4 показана. На нашем трампе она отходит тоже не типично. Она отходит выше, чем артерия тарасского тараса. Такая особенность. Это на самом деле часто не соответствует таким стандартным армативам, которые нормально на томе записаны. Вариантность и супер с изучением цикла. И ее начерние ветки. Что от нее отходит? Смотрите. Артерия 4А. Артерия торакандарзарус. Вот она пошла вниз. Идет на боковую. В сторону грудной клетки. И 4Б. Вот она появилась. Это артерия циркумплекса скапуля. Артерия циркумплекса скапуля. Это артерия, который мы увидим, заходит. Соответственно, что лиугодник, который называется тригоном. Для парамутри лятеру. Наконец, последние две веточки третьего отдела. Это артерия циркумплекса хумыри антериор и пастериор. Вот номер 5 циркумплекса хумыри антериор. И номер 6 циркумплекса хумыри пастериор. Хочу сразу обратить ваше внимание, что здесь, может быть, не бросается это в глаза на данные картины. Но это чрезвычайно принципиально, что и летняя нагибающая артерия циркумплекса хумыри антериор всегда гораздо меньше диаметра, чем задняя. Задняя всегда гораздо шире. То есть так мы их можем опознать. И, соответственно, можно опознать тоже, потому что найдется веще отверстие, а раму неопозрирует. Вот, по сути, все артери, все веточки артери отселялись, мы перечислили. И по памяти то, что у нас будет на контроле занятий требоваться, мы должны их сначала вписать, минимум перечислить, а теперь это, а потом уже, как мы говорили, где они, как у входа, как у входа, как у входа, и так далее. То есть воспроизводить по памяти все основные сосуды, это минимум помимо, которое воспроизводится. То же самое на какой-то схеме похоже на рисованную. И, надеюсь, хочу обратить ваше внимание на две детали, которые на переднейшем не бросались туда. Смотрите, вот это все артери отселялись, и на этой картинке удобно показать границы между артери отселялись, то, что ниже артери отселялись, артери отселялись, и то, что уже артери отселялись. С артери отселялись, мы уже с прошлого занятия знаем, что это наружный край первая рекра, да, вакуинтируемый, как раз. А граница между артери отселялись и артери отселялись, вот здесь пунктируемая изображена, но чем конкретно это отделяется? Тут не видно, это связано с нижним краем, большой проблемой дышится, да, если ее освоили, то мы и границу это показывали только в теоретике. Очень удобная картинка для того, чтобы представить себя, как анастомозируют различки веточки. Я бы не буду комментировать здесь все под письмом, а потом очень нужно, чтобы не пользоваться. Некоторые картинки невысокого качества, потому что каждый раз, когда мне попадается что-то в руку интересное, я стараюсь фотографировать, чтобы в руках не было, на какой-то такой, по-моему, фотоаппарат приходилось снимать. И это достаточно редкая такая книжка, которая у нас в этой книге очень важный вопрос, который в экзаменционных моментах не будет. Фарамон Триллятеру и Фарамон Триллятеру. Вопросы топографического характера. Смотрите, это верхняя конечность в состоянии обгондукции, в руку от Триллятера. И вот Фарамон Триллятеру, и вот это Фарамон Триллятеру. Они объединены голубым цветом и бросается в образе, что на самом деле одно именит. Форму Триллятера, и как такое? Пограды и прямовольники. По названию это все совпадает с реальностью. Напоминаю, что мы это с вами учили, и поэтому картинки с прошлого года вот теперь спереди, и смотрим Фарамон Триллятеру. Вот это вот. Немножко травмную стрелочку, у меня получилось, но это не так обливалось. И... Фарамон Триллятеру. Мы должны знать его стенки, когда на этом занятие вспоминаем все. Вот номер один. Это стенка по расположению верхняя, и ее образует мукулистерис марки. И вот номер три появилась. Это стенка глатеральная, и ее образует каплон мукулистерис марки. Три стенки по фарамон Триллятера. Он название. Так и должно быть. Что является содержимым? Содержимым является отрелением циркумфлекса с каплой, которую только что упоминали. Вот они, да? Триллятера. Получается через одну дыру. Эти два сосуда с передней поверхности, то есть с подушечной ямки, уходят на заднюю поверхность. На боковую тыльную часть. Почему уходят? Тоже самое фарамон Триллятера. Давайте теперь посмотрим сзади. Туже, словно бы, картинку. Перевернули. Препарат повернули с задней поверхности. Вот вы узнаете. Это лопатка. Спина с капули. И тогда мы видим фарамон Триллятера. Вот у него появилось точно три стороны. А вот и руку этой формы. И сзади стенки его аналогичны, но не абсолютно. Обратите внимание, в чем отличие. Когда мы смотрим сзади, то верхней стенкой является мукулистерис. Допоминаю, что мукулистериспина располагается от мукулистериспина. Правда, она является, словно, самостоятельным пучком, который идет чуть ниже. И параллельно ей. И образует первую стенку. А для других совпадает. Ниже это мукулистериспина и латеральная. Когда капулион. На этой картинке. Не стали показывать сосуды, которые проходят через фарамон Триллятеру. НАПРЯГИЙМЕРСКОВАЮТСни. КОНЕЦ ВОичinya меряет одну скурикульту. Я говорил мне. КОНЕЦ ВОЩИНСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...